Мур, привет друг, это Зверько и продолжение рубрики Основы для новичков. В прошлый раз мы обозревали атакующие предметы, а сегодня взглянем на магические предметы, которые мне как маг мейнеру ближе. Для тех, кто только знакомится с игрой, предупреждаю сразу, купив один и тот же предмет более одного, его уникальная пассивка не сложится, а будет работать как от одного предмета с большинством героев. Однако складываются не уникальные бонусы предметов, они в колонке слева. Внимание, со временем значения и пассивки предметов могут меняться, а на данный момент значения такие как в видео. Небольшие изменения не критичны. Пойдем по возрастающей магической силе. Зачарованный талисман, плюс 50 магической силы, плюс 250 здоровья, плюс 20 процентов перезарядка навыков. Пассивка, предмет быстро восстанавливает ману персонажу. Ранее, до ввода ботинок на восстановление маны книга была очень популярный вариант. А теперь ее берут весьма редко, только для персонажей, которые часто бьют навыками и жрут много маны. Но из-за низкой магической силы на дамагеров особо не берут. Талисман можно встретить в сборках Урануса, Циклопа и даже на Виксане. Зимний Жезл Плюс 60 магической силы, плюс 25 физической защиты, плюс 400 здоровья. Предмет добавит еще одну кнопку к навыкам. Нажав ее, ты можешь стать неуязвимым на 2 секунды, однако не сможешь двигаться. Зимний Жезл очень часто берут на убийц с магическим уроном для того, чтобы дать себе шанс пережить контратаку после влетов противника. Либо берут магии, чтобы пережить прокаст врага. Однако, тебе придется привыкать вовремя прожимать навык, чтобы выжить в критической ситуации. Часто встречается у Харли и Гассена. Ожерелье заточения. Мой любимый предмет для мага. Плюс 60 магической силы, плюс 5% перезарядка навыков, плюс 10% магического вампиризма. Это ожерелье, которое накладывает дебаф на противника, когда по нему проходит урон от твоих навыков. А дебаф срезает 50% исцеления и вампиризма у врага. То есть он сам исцеляется в половину меньше, чем должен. Притом, предмет дает тебе вампиризм по своим статам. И вот в статах вампиризм, конечно, складывается. Ожерелье заточения очень часто можно встретить в моих сборках. Часы судьбы. Плюс 60 магической силы, плюс 615 здоровья, плюс 600 маны. Далее. Пассивка предмета со временем боя постепенно повышает герою здоровье и магическую силу. Спустя 5 минут после сборки предмета, его хозяин получает бонусом плюс 5% магической атаки и плюс 300 маны. После того, как бои стали более скоротечны, часы стали реже собирать, потому что в полную силу они входят не сразу. Однако, часы берут в ожидании долгого боя, либо для увеличения мана пула, либо дамагеру, потому что в совокупности бонус к магической силе ощутим. Божественный меч. Плюс 65 магической силы. Пассивка. Плюс 40% магического проникновения. Это означает, что твое заклятие будет игнорировать 40% магической защиты цели. Плюс есть бонус, когда у твоего героя здоровье больше чем 70%, то проникновение увеличивается на 30%. Очень полезный предмет. Зачастую у героев врожденная магическая защита растет с уровнем от 10 до 53 единиц. А еще чаще многие герои собирают предметы на увеличение защиты от магии. И вот божественный меч нам дает 70% игнорирования магической защиты, что сильно увеличивает урон, порой даже если защиту не собирают. Этот предмет часто используют. Райское перо. Плюс 65 магической силы. Плюс 30% скорость атаки. Плюс 5% скорость движения. Этот предмет даст дополнительный урон в автоатаку. То есть 40% от твоей магической силы будет наноситься противнику одновременно с физическим уроном. Берут на тех магов, которые вносят много урона и автоатакой и навыками. Большим бонусом тут выступают плюс 30% к скорости атаки. Вот примеры героев, на которых можно встретить райское перо. Харли, Заск, Эсмеральда. Однако не популярный предмет из-за своей узкой направленности. Мимолетное время. Плюс 70 магической силы. Плюс 15% перезарядка навыков. С этим предметом, когда ты убиваешь противника, либо помогаешь в этом грязном деле, перезарядка твоей ульты резко уменьшается на 30%. Мимолетка берется даже героем не магом с очень важной ультой именно для сокращения перезарядки ульты в файте и ее повторного применения. Если у твоего мага очень сильная ульта, то это твой выбор. Коса бедствия. Плюс 70 магической силы. Плюс 100 маны. Плюс 30 регенерация маны. Плюс 10% перезарядка навыков. Работает подобно бесконечной битве. Применяешь навык, потом удар автоатакой и сверху летит бонусом чистый урон по противнику. В расчете 120% от твоей магической атаки. Вдобавок ненадолго ускоряет тебе бег на 10%. Бедствия берут на героев, чей геймплейный стиль чередует навыки с автоатакой. Это не только маги, но и убийцы с магическим уроном. К примеру, Гассен Карина Эсмеральда. Хоть она и полутанк по сути, однако не очень популярный предмет. Концентрированная энергия. Плюс 70 магической силы. Плюс 700 здоровья. Предмет для исцеления. Дает 25% магического вампиризма. И исцеление на 10% при убийстве героя. Исцеляет только от нанесенного магического урона. Ранее предмет был почти в каждой сборке. Теперь встречается реже. Почти тот же уровень исцеления добивается жезлом снежной королевы, плюс ожерелье заточения. И сверху вампиризм от эмблем. Можно до сих пор встретить у Циклопа и Горда. Или убийц Гассена с Кариной. Палочка гения. Плюс 75 магической силы. Плюс 5% к скорости передвижения. Пассивка. Сходу еще дает плюс 15 к проникновению. Кроме того, урон, нанесенный автоатакой или навыками, постепенно срезает у цели по минус 10 магической защиты. Максимум минус 30. Это увеличивает урон по врагу магии. Как твоей, так и твоих союзников. Однако, до минус 30 нужно докачаться и нанести урон трижды. Предмет легко реализовать. Особенно магам, которые наносят много мелкого урона. С одного навыка. Впрочем, с автоатаки и спам навыками тоже достаточно просто. Мастхэв Вексана Горд Лилия. Жезл молний. Плюс 75 магической силы. Плюс 300 маны. Плюс 10% перезарядка навыков. О, это очень популярный предмет. Хоть и имеет перезарядку в 6 секунд. Но когда ты кому-то наносишь урон навыкам, Жезл накладывает сверху молнию, которая наносит от 20 до 1000 магического урона. Урон молнии зависит от количества маны на твоем герое. И пусть со временем предмет сильно не рфанули, но его базовые свойства очень полезны в совокупности. Да плюс сверху косарь урона лишним не будет. Жезл берут очень часто, особенно в связку с часами судьбы, которые повышают мана пул. Пылающий Жезл. Плюс 75 магической силы. Плюс 400 здоровья. Плюс 5% скорость бега. Пассивка работает так. После твоего навыка, наносящего урон, цель начинает гореть и получает маг уроном 1% от своего максимально здоровья трижды. Притом, нанося урон одной и той же цели, в кратчайшее время возрастает и горение до 2,5%. Один из моих любимых предметов для магов, который наносит продолжительный урон, например, как ульта Горда или Вексаны. Второй навык Циклопа. Кстати, видео по разбору предмета устарело, я его попозже обновлю. Жезл Снежной Королевы. Плюс 75 магической силы. Плюс 10% магического вампиризма. Плюс 150 маны. Плюс 7% скорость бега. Этот Жезл добавляет к твоим навыкам, наносящим урон замедление. Если же навык героя сам накладывает замедление, то оно складывается. Вдобавок, если нанесешь дважды урон за короткое время, то Жезл замедлит противника на 30%. Этот предмет берут как дополнительный контроль, чтобы враг не мог подбежать или слишком быстро оторваться от твоего мага или убийцы. Встречается довольно часто как на магах, так и на убийцах магии. Священный Кристалл. Плюс 100 магической силы. Дает бонус к магической силе максимум плюс 35%. До реворка Кристалл давал бонус на второе заклинание в комбинации. Теперь это пассивный бонус. Соответственно, если ты собираешь героя в максимальную магическую силу, то в твоей сборке будет этот предмет. Он всю имеющуюся магическую силу увеличит в процентном соотношении. Напомню на всякий. Если даже соберешь 6 священных кристаллов, пассивный бонус в 35% будет давать только один кристалл. И наконец, Кровавые крылья. Плюс 150 магической силы, плюс 500 здоровья. Самый дорогой магический предмет и дает больше всех магической силы. Кроме того, за каждое имеющееся очко магической силы получишь полтора очка здоровья. Если у тебя, например, 300 магической силы, то сверху получишь 450. Немного, но выживание помогает, а сами крылья берут ради чистых 150 магической силы. Если тебе непонятен какой-то предмет, ты можешь вбить в гугле название предмета плюс слово «зверько» и найдешь мой разбор. Некоторые, правда, старые, но постепенно обновляются. Чтобы не пропускать ролики, подпишись на канал и нажми колокольчик. Если видео понравилось, жмякай лапкой в сердечко и обсуждай в комментариях видео. А если не подпишешься, я приду и заберу твоего кота. Удачи, друг!